Уже завтра стартует долгожданная зимняя олимпиада. В течение нескольких недель мы следили за тренировками олимпийцев в Солнечной долине, на трассе, дублирующей Сочинскую. Напомним, как это было. Условия для создания олимпийской трассы есть далеко не в каждом горнолыжном курорте. Где-то неустойчивая погода, где-то ландшафт неподходящий. Оптимальным вариантом стал курорт Солнечная долина. Сюда и приехали лучшие скикроссеры и сноубордисты России, чтобы готовиться к олимпиаде. Началось все с того, что было поручение министра спорта Мутко и его обращение с этой просьбой к губернатору, чтобы он помог нам сделать вот такую трассу, которая была бы аналогичной трассе в Сочи. И вот мы сегодня можем с гордостью сказать, что команда здесь, что они тренируются. За строительством трассы с самого начала следил назначенный министр спорта Челябинской области Леонид Одер. Трасса должна подходить не только для разовой подготовки олимпийцев, говорит чиновник. В Солнечной долине теперь будут постоянно тренироваться сильнейшие спортсмены. По распоряжению губернатора мы с этого года создаем в январе центр олимпийской подготовки по зимним лыжным видам спорта. Там будет три вида спорта, горнолыжный фристайл и вот этот классер фристайл будет как раз располагаться в Мясе на Солнечной долине, где будет аккумулироваться все сильнейшие спортсмены Челябинской области именно по фристайлу и сноуборду. Но самое главное, условия для тренировок действительно нравятся самим спортсменам. Они рады, что в России есть трасса международного уровня, на которой можно готовиться к олимпиаде. Хорошая подготовительная трасса, потому что в России вообще не так много трасс, где мы могли бы тренироваться. Но вот в Мясе создано очень хорошие условия и все для нас делается. То есть построили к нашему приезду трассу, но я знаю, что она осталась после Кубка России, немножко изменили, подкорректировали. То есть все для нас сделали. Спасибо огромное. Еще один плюс тренировок в Солнечной долине в том, что спортсмены чувствуют здесь себя как дома. В Австрии, например, где олимпийцы тоже тренировались, совсем другое питание, непривычное для русского человека. А в Мясе русские супы, много мяса и овощей. Радуется администратор сборной России по скейкроссу Марина Сопова. Я ощущаю, что я вот дома. Что не где-то на выезде. И вот мы сейчас сюда летели. Вот я честно скажу, я летела сюда с большим удовольствием. То есть вот, знаете, такое вот ощущение, что ты едешь домой и вот такое приподнятое настроение. В российской команде по скейкроссу есть и новички, и те, кто не понаслышке знает, что такое олимпийская борьба за медали. Один из таких опытных спортсменов, наш земляк Егор Коротков, который принимал участие в Олимпиаде в Ванкувере, рассказал, что в этом году российская команда настроена не просто на участие, а на победу. Туда ехать надо не участвовать, как в Ванкувер. То есть в Ванкувер мы ездили первый раз. У нас и по инвентарю не было базы тогда еще нормальной. Мы как бы ездили, посмотрели, что это такое. А теперь уже надо ехать, показывать, доказывать, что мы достойны медалей. Сборная России по скейкроссу уже отправилась в Сочи, а вот сноубордисты еще тренируются в Миасе. Их, как и лыжников, очень впечатлила Олимпийская трасса Солнечной долины. Очень здорово. Приехали три дня назад и супер все нравится. Мое мнение, что это лучший, наверное, горнонжий курорт в России. Но один из лучших. Напомним, что открытие зимней Олимпиады в Сочи состоится уже завтра в 20.14 по московскому времени. Следите за олимпийскими событиями и болейте за наших.